МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И в этом выпуске. Ежегодный семинар глав муниципальных образований продолжает свою работу. В третий день повестки сельские управленцы работали в администрации Заполярного района. Пусть в Наринмаре не цветут каштаны, наш сравнительно молодой город славится интересной историей. Проевед Юрий Канев презентовал книгу «Времена и годы». Сто лет со дня рождения Анатолия Юшко, одного из создателей Народного театра и общественного деятеля, отметили 1 декабря в Наринмаре. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. За прошедшие сутки в Ненецком округе зарегистрировано 9 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В числе заболевших – 8 жителей Наринмара. Кроме того, выявлен один привозной случай заболевания коронавирусом из Твери. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3228 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2960 человек. За прошедшие сутки – семеро. В регионе зарегистрировано 77 летальных исходов от коронавируса. В настоящее время на лечение с диагнозом COVID-19 подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс находится 176 человек. Из них стационарное лечение получают 27 человек, амбулаторное – 149. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. Посты и педконтроля в аэропорту Наринмара на посадочных площадках в Нижней Пёше, Оми и Нисси. Обязательный масочный режим. Система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Постановление главного государственного санитарного врача ПАНАВУ об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. В окружном парламенте состоялась рабочая встреча депутатов окружного собрания с депутатами Госдумы Сергеем Коткиным и Михаилом Кисляковым. На встрече Сергей Коткин рассказал о работе Нижней Палаты Федерального собрания Российской Федерации нового созыва. В частности, о том, что в нынешнем политическом сезоне произошли изменения. Сформировано 32 комитета. Организационная структура этого созыва максимально приближена к структуре правительства. В последнее время шла интенсивная работа по формированию федерального бюджета на предстоящие три года. Более одной тысячи поправок вошло в проект бюджета от регионов. Бюджет страны принят с профицитом. Также депутат отметил, что в плане работы на парламентский год остаются на контроле вопросы малой авиации, об общих принципах организации и публичной власти в субъектах. Депутат Михаил Кисляков впервые стал депутатом Государственной Думы. Он вкратце рассказал о планах работы Комитета по региональной политике и местному самоуправлению, в состав которого он вошел. Третий день в Ненецком округе идет ежегодный семинар глав муниципальных образований. Сегодня сельские управленцы работали в администрации Заполярного района. Там состоялась встреча с районными депутатами. Илья Сахаров расскажет подробнее. Встреча глав сельских поселений раз в год как способ сверить часы. Формат семинара уже давно зарекомендовал себя с хорошей стороны. Тем более, что программа семинара формируется с учетом пожеланий управленцев из села и состоит из тем, которые волнуют жителей Заполярной глубинки. Отсюда и реальный практический эффект. За три дня управленцы из сел встретились с представителями прокуратуры, полиции, налоговая служба, военкоматы, избиркома, Госюрбюро, Управление имущественных отношений, профильных департаментов. Ну, непосредственно, если с департаментом образования, то удалось все-таки уточнить по срокам и по планам строительства социальных объектов в сельских населенных фунтах. Это в первую очередь тот вопрос, который всех волнует. Наверное, больная тема. То есть это и строительство, и проведение капитальных ремонтов. В ходе семинара главы совместно с профильными специалистами обсудят инициативное бюджетирование, оказание бесплатной юридической помощи через филиалы МФЦ, учет многодетных семей, выразивших желание получить компенсационную выплату взамен бесплатного предоставления земельного участка, летнюю кампанию, поздоровление детей в 2022 году, содействие занятости населения, соблюдение требований пожарной безопасности в период прохождения отопительного сезона и новогодних праздников, имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. А сегодня главы работали в Заполярном районе. Они встретились с депутатами и приняли участие в пустотейном обсуждении бюджета. Наша задача сейчас стоит, и депутаты Заполярного района ее озвучивают, о том, что мы должны переходить на новый уровень комфортного проживания жителей на селе. Прежде всего, это обеспечение непосредственно не просто котелки топить углем, а переходить уже на центральное отопление. Это затратно, это много потребует сил со всех уровней власти, но я надеюсь, что общими усилиями мы эту тему и проблему будем решать. Поэтому хочется, чтобы как раз теплоснабжение, централизованное, как раз оно было у нас в приоритете, и мы получили хороший результат на выходе. Напомню, учебно-консультационный семинар для глав муниципальных образований Ненинского округа проводится ежегодно департаментом внутренней политики. Главная цель встречи – повышение эффективности управления муниципалитетами и оказание главам консультативной и методической помощи в решении важных для жителей и поселений вопросов. Илья Сахаров, Леонид Шишелов, Телеканал Север. С 1 декабря изменился маршрут следования автобусов в микрорайоне Кармановка. Остановка, которая на время реконструкции дороги на Ленина была перенесена на улицу Рыбников, снова начала функционировать. Два года жители региона были вынуждены отправляться на общественном транспорте с временной остановки. Сегодня же автобусы следовали своему уже давно известному маршруту, что не могло не порадовать местных жителей. Первые автобусы с пассажирами отправились сегодня от улицы Ленина. И у жителей региона сразу возникли вопросы. Ведь дальше конечной остановки есть еще одна. Куда именно пристает автобус, было не совсем понятно. Сюда-то удобно ходить, просто без предупреждения. Там как-то уже проектируют. Автобус здесь разворачивается, заборы как-то непонятно. Там остановка стоит. Люди без известности, мы сюда подошли. Это хорошо, что девушка встретила, сказала, подойдите сюда лучше. Здесь остановка. Там остановки нет уже. Напомню, остановка была перенесена 6 июля 2020 года из-за дорожных работ. 23 ноября дорога была открыта для движения. Затем были внесены изменения в схему движения для общественного транспорта. Земную жизнь пройдя до половины. К юбилею города Наринмара известный в округе историк презентовал новую книгу. Она стала 10-м юбилейным трудом автора. Подробнее расскажет Наталья Дуркина. Времена и годы. В этой книге рассказывается история города Наринмара и его жителей. 60 лет вошло в первое издание. Кроме истории города, это интересные люди, которые жили в Наринмаре. Их было очень много. Людей разнообразных, интересных, которые бывали здесь, жили здесь. Затем это первые памятники Наринмара, которые появились как раз тоже в период именно, которые описываются в книге. Это, в общем, первое издание, которое исторически имеется в виду, здание Дома Советов, нынешней администрации округа. И, соответственно, почты наши. Потому что это здание тоже с очень интересной историей. Ну, в общем, достаточно много всяких событий, историй, фактов. На протяжении четырех лет Юрий Канев собирал информацию в архивах и музейном объединении. Богат историей наш родной город, поэтому часть материалов из книги пришлось изъять. Однако они никуда не пропадут. Будут опубликованы во второй части будущей книги. Какие-то данные, особенно о жителях Наринмара, это их потомки, дети, внуки рассказывали. То есть там, например, очень интересная история есть про Василия Подольского, радиста, который у нас здесь жил. Он такой очень был колоритный человек. Я думаю, вот Старожил Наринмара помнит еще его, потому что действительно это был человек, который считался одним из лучших радистов Северо-Морского пути. И вот я о нем сегодня в книге рассказал. Так что там действительно много интересных людей, колоритных людей, людей с такими интересными историями. Поэтому я думаю, что есть что почитать. Книга была готова к изданию еще в 2016 году. Однако из-за финансовых сложностей печать перенеслась аж на 2021 год. И, конечно, надо отдать должное, поблагодарить департаменту политики Ненецкого округа, который изыскал деньги. И в этом году мы книгу издали. И я думаю, она станет хорошим подарком. Всего было выпущено тысячи экземпляров, каждый в 400 страниц, на которых более 600 фотографий. Книга будет интересна широкому кругу читателей. Познакомиться с содержанием можно в библиотеках округа. В Ненецком округе стартовала акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом, которая проводится 1 декабря. В рамках акции Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Ненецкой окружной больницы провел анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Цель акции – повышение глобальной осведомленности о ВИЧ и СПИДе и демонстрация международной солидарности перед лицом пандемии. Согласно статистике, ежедневно в мире заражается около 8,5 тысяч человек, причем в России не менее 100. В мобильной лаборатории, которая развернулась на одной из улиц города, тестирование прошли 38 человек. Все тесты, по информации медиков, дали отрицательный результат. Кроме того, в рамках профилактики борьбы со СПИДом на этой и следующей неделе в городе и поселке искателей волонтеры-медики проведут мероприятия для школьников и студентов. Стать лучшей версией себя. В регионе продолжается чемпионат WorldSkills Russia. Молодые люди преодолевают свои слабые стороны, чтобы стать настоящими профессионалами. Наталья Дуркина расскажет подробнее. Точность в каждой мелочи. Второй день участники компетенции «Электромонтаж» готовят свои конкурсные работы к сдаче. Дмитрий Кириллов уже выполнил половину задания. Юноша идет по графику. Ну, особо на поведу я не рассчитываю, но если постараюсь, то думаю, смогу занять хотя бы третье место. У нас вся эта профессия идет, так скажем, больше на управление, нежели на самоустройку. Поэтому, ну, с самого детства, ну, юношества, мне нравилось управлять, так скажем. Вот я и решил заняться этим делом ответственно. Задание рассчитано на три дня. Каждый участник, а их здесь шестеро, за общее время 20 часов. Должен правильно установить все детали. В это задание входит установка кабеленесущих систем, установка осветительного оборудования, управление этим оборудованием, установка двух щитов. Один щит у нас полностью управляется электродвигатель, занимается управлением электродвигателя. Второй щит управляет освещением. И эта вся работа выполняется три дня за 20 часов. Готовая работа будет оцениваться уже завтра, после того, как завершат устройство щитов. Кто насколько освоил программу подготовки, кто может справиться со стрессом, который тоже их выводит из зоны комфорта. Все-таки это работа на время, это работа под присмотром на сторонних наблюдателей, люди для них новые. В Нинецком профессиональном училище проводится чемпионат в двух компетенциях. Это электромонтаж, а также сантехника и отопление. На последнюю было подано пять заявок. К сожалению, сегодня один участник по медицинским показаниям выбыл из чемпионата. Остальные продолжили установку систем. Задание рассчитано на 8,5 часов. В результате ребята должны получить систему, то есть это монтаж системы горячего-холодного водоснабжения, систему водоотведения, установку застенных модулей и сантехприборов. Второй день чемпионата ребята проверяют собственные силы в своей профессии. Конкуренция, по словам педагогов, отсутствует. Самое главное – превзойти самого себя. Очень большое волнение, очень большое у ребят, конечно же. Здесь даже не состязательность друг с другом, они все друг друга знают, а, наверное, момент того, насколько я смогу все выполнить. И, конечно, волнение большое. Во-первых, у него вообще очень сложно бывает оценить. Кто-то вроде бы немножечко вперед ушел, кто-то побольше сделал, кто-то меньше. Иногда они рывок дают на второй, некоторые на третий день. Поэтому здесь очень сложно. Но ребята все очень хорошо стараются, они готовы. И, конечно же, каждый из них хочет быть лучшим. Это однозначно. Оценивают работу конкурсантов порядка 130 экспертов. Это мастера производственного обучения, преподаватели профессиональных образовательных организаций и представители предприятий и организаций региона. Эксперты у нас прибыли, то есть они не наши работники. Кроме того, у нас и экспертами на каждой площадке, представители от работодателей, это с предприятий, которые у нас есть вообще здесь в округе. Добавлю, четвертый региональный чемпионат WorldSkills Russia в округе объединяет более 100 конкурсантов. Студентов в учреждении среднего профессионального образования, а также школьников. Наталья Дуркина, Антон Андряков, Телеканал «Север». Жители Ненецкого округа смогут проверить знания в истории Великой Отечественной войны. В 2015 году под инициативой молодежного парламента при Государственной Думе России был организован специальный тест. В Ненецком округе за его реализацию отвечает молодежная палата при окружном собрании депутатов. 3 декабря у нас состоится ежегодный тест на знание истории Великой Отечественной войны. В этом тесте могут принять участие все жители нашего региона. Его можно пройти в формате онлайн на сайте КДГ РФ. Также у нас школьники будут проходить тесты в образовательных организациях. Там будут проходить тесты при помощи педагогов. Еще у нас будет организована площадка в музее, куда могут прийти все жители региона и также сдать тест. Но обязательно условие будет предъявление QR-кода. Дата теста выбрана не случайно. 3 декабря – день памяти неизвестного солдата. Цель мероприятия – привить молодому поколению интерес к истории Великой Отечественной войны. Чтобы ребята знали о том, чего стоила победа героев и почему память об их подвиге стоит беречь. Получители продолжить образование, построить успешную карьеру, найти работу мечты, познакомиться с единомышленниками из других регионов. Все это жители Ненецкого автономного округа могут сделать, приняв участие в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей». Реализовать свои таланты можно прямо сейчас. Уже стартовали новые сезоны масштабных конкурсов. Участие в них, как всегда, бесплатное. Нужно только подать онлайн-заявку. Как – смотрите подробности в нашем сюжете. По всей России началась заявочная кампания на участие в проектах платформы «Россия – страна возможностей». Участвуя в них, можно поступить в престижный вуз, пройти стажировку в одной из ведущих компаний, найти наставника и даже начать собственное дело. Прокачать лидерские и управленческие компетенции можно в треке развития конкурса «Лидеры России». Для студентов также открыта регистрация на масштабную олимпиаду «Я – профессионал» и проект по решению кейсов «Профстажировки 2.0». А еще принимаются заявки на акцию для студентов и молодых специалистов «Время карьеры». Каждый из этих конкурсов поможет зарекомендовать себя среди работодателей, получить возможность пройти стажировку или найти работу в ведущих компаниях страны. А от педагогов принимаются заявки на профессиональный конкурс «Флагманы образования». Продолжается регистрация и на хакатоны по искусственному интеллекту. Как вы сами оцениваете этот пройденный путь и что считаете наиболее важным сегодня и в ближайшем? Спасибо большое, Владимир Владимирович. Вы неоднократно говорили о том, что главное богатство нашей страны – это люди. У нас действительно такие талантливые, неравнодушные, целеустремленные. И системная работа, которая по вашей инициативе проходит, по выявлению талантов, по их продвижению, по их развитию, в общем, дает свои плоды. Но вообще на сегодня у нас 26 проектов на нашей платформе. Более 8 миллионов человек уже прошли, поучаствуют. Больше 26 тысяч – это победители и призеры. Во время этого проекта около 300 назначений на такие серьезные посты. Вот среди них два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра городов, вице-президенты крупных компаний, генеральные директора, главврачи больницы и другие. По всей стране на базе университетов платформа «Россия – страна возможностей» открывает центры компетенций, в которых любой желающий сможет пройти комплексную оценку навыков и получить рекомендации для профессионального и личностного развития. Участие во всех проектах платформы бесплатное. Подробнее на сайте rsv.ru. 1 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Анатолия Юшко, без которого существование театра невозможно представить. А самому народному театру исполнилось бы 60 лет. Подробности далее. Человек-творец, мастер добрых дел Илья Анатолий Юшко. Художник приехал в округ в 1957 году, но регион стал его второй родиной. История народного театра, да и наринмара в целом, тесно связана с именем Анатолия. Он был художником и заведующим постановочной частью. И в 1961 году вместе с заслуженным работником РСФСР Моисеем Немчиным стоял у истоков одного из первых в стране северных театров со званием народного коллектива. Все декорации, костюмы, эскизы костюмов – это разрабатывались, конечно же, Анатолием Ивановичем Юшко. Это был замечательный человек, замечательный художник, но кроме того, он ещё был и прекрасным актёром-любителем. Помимо этого, Анатолий Юшко известен старшему поколению благодаря работе оформителя в различных организациях на Ринмара. Он также был причастен к обустройству интерьера Дома культуры. Даже брелоки в гардеробе были подобраны по последним эстетическим канонам. А в 1965 году Анатолий Юшко совместно с автором «Обелиска Победы» Олегом Токмаковым разработал и выполнил главные элементы композиции памятника. В 70-е годы 20 века благодаря Анатолию в здании почты появился красивый арт-объект. Многие помнят ещё, наверное, на почте оформление. Это было шикарно по тем временам. Это 60-е годы, начало 70-х, когда после ремонта центральный зал на почте преобразился. Там появилась карта округа, светящаяся с населёнными пунктами. Анатолий Юшко скончался в 1993 году. Захоронен на заводском кладбище. Сергей Никулин в начале 2021 года обратился в департамент образования с просьбой благоустроить захоронение Творца. До этого всё делалось силами работников Дома культуры, так как родственников, проживающих на территории региона, у Анатолия нет. И вот 1 декабря в честь столетия со дня рождения Творца обветшалый крест был заменён на новую мемориальную плиту. В рамках Года добрых дел при поддержке губернатора Ненецкого округа и Ненецкой нефтяной компании мы провели реконструкцию памятника на могиле Анатолия Ивановича Юшко и провели благоустройство территории. Установка памятника несёт и просветительскую миссию, чтобы нынешние молодые участники театральных коллективов Ненецкого округа знали людей, которые приложили собственные усилия для развития культуры в маленьком, обособленном, но очень самобытном регионе. Елизавета Кабанова, Леонид Шишилов, Владислав Носкин, Телеканал Север. На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Добрая аптека. Спонсор прогноза погоды – Добрая аптека. Продолжение следует...